Хоккеист, сидящий напротив меня, в прошедшем сезоне принял на себя едва ли не больше всех летящих ворота мячей, сам забил 15 раз, в том числе 6 раз после подачи угловых и 4 раза с пенальти. Болельщики Родины наверняка догадались о ком идет речь. Сегодня в гостях у программы на спорте капитан Родины Евгений Леухин. Меня зовут Антон Погодин, здравствуйте. И следующее, 16 минут мы посвятим итогам сезона Родины в 30-м юбилейном чемпионате России. Евгений, я рад приветствовать вас в студии. Добрый день. Можно перейти на ты, поскольку мы с вами давно знакомы, поэтому не очень удобно называть вас на вы. Конечно, конечно. Я думаю, что так же ко мне будете обращаться, да? Жень, если позволишь, я немного нарушу хронологию подведения итогов сезона и начну с последних событий, с последнего матча в регулярном чемпионате. В заключительном матче регулярки против Енисея ты получил весьма болезненный удар в колено еще в первом тайме. И на второй тайм той игры вообще не вышел. Если честно, сейчас, когда пришел к нам в студию, я переживал, сможешь ли ты к нам подняться по лестнице на второй этаж. Расскажи, как сейчас обстоят дела с коленом? Чувствуешь ли еще боль? Беспокоит ли оно тебя? Что говорят врачи вообще? Как проходит реабилитация, восстановление? Ну да, прошел обследование после того матча. Сделал МРТ. Ну, скажем, приятного мало, так как поврежден хрящ коленного сустава, который не дает полностью сгибать-разгибать колено и тем самым не давая полное свободное движение именно в повседневной жизни. Ну, прошло какое-то время. Выписали медикаменты, какие нужно принять. Соответственно, еще есть укол такой, да, в колено для спортсменов, который сейчас обязательно мне нужен, будут делать в ближайшее время. Ну, пока без него, но немножко пошел на поправку. Хожу-хорошо уже. Стараюсь больше двигаться. Даже приступил тренировку, он тут первую тренировку провел. В принципе, вроде бы неплохо. Три недели, думаю, чтобы дали мне время немножко восстановиться. То есть, условно говоря, там ближе к маю, наверное, уже о последствиях вот этого повреждения можно, ну, уже забыть и восстановление полностью пройдет, да? Ну, я думаю, что да, что, по крайней мере, хотя бы выйти на, скажем, прошлое, да, ощущение, что не было болезни, не было никаких дискомфортов. А так, да, думаю, что месяц и я в полной боевой готовности. Впереди у команды сейчас вот такие, наверное, легкие тренировки, потом все равно период межсезонья, там, к активным тренировкам приступаете уже в июле, все-таки до июля. В любом случае, есть время залечить вот эту неприятную травму, но время, слава богу, есть. Я надеюсь, что твое колено больше не будет тебя беспокоить, да, и форму сможешь достаточно быстро наврать. Как говорится, время лечит. Да. А теперь позволь перейти все же к подведению итогов сезона. Все-таки прошедший сезон, он для тебя лично был каким-то необычным? Может быть, подготовка к нему отличалась от привычных предсезонных тренировок, нагрузки были больше, меньше, вот, или сезон был примерно, ну, по подготовке таким же, но, наверное, по результату, скажем так, не совсем удовлетворительным? Ну, взять последние два года, наверное, этот год, он такой, не скажу, что непонятный, но какой-то очень скомканный. То есть, мы в прошлом году, если, допустим, начинали Кубок России, если не соврать, в сентябре, в этом году это очень было летний хоккей. В начале августа, первого августа, если я не ошибаюсь, вообще первый матч. Да, да, то есть, это был летний хоккей, мы встали на лед там чуть ли перед самым Кубком, да, то есть, мы приехали там, получили сокрушительное поражение от Динамо, от того, что не катались. Ну, это, ладно, это, скажем, вопрос другой. Подготовка, наверное, шла так же, просто, не сказать, что, может, форсировано было, но именно подготавливать так же. Но ввиду того, что Кубок раньше и большой простой, и с августа по чемпионат, то есть, там никаких ни турниров, ничего, то есть, вот это, наверное, дало такой какой-то опечаток небольшой, потому что к этому, наверное, раньше никто не готовился, да, сейчас, ну, так случилась такая ситуация в стране и в мире, поэтому к этому пришлось прийти. А ожидания сезона, какие лично у тебя были, то есть, что чувствовал перед началом сезона, перед началом чемпионата, какие цели, может быть, перед собой ставил, чего хотел сам добиться? Ну, в целом, по команде, если, я думаю, что очень радужно, да, мы смотрели на все это. Да, вспоминая даже Кубок России, какой хоккей мы показывали, пускай, давайте так говорить, второй восьмерки, не будем говорить, что мы команда 14-го места, хотя, по факту, так и есть. Мы показывали достаточно неплохой хоккей, наверное, да, второй восьмерки именно, и временами даже были какие-то поражения, ой, победы и над Мурманском, тем же, да, на Кубке, то есть, игра смотрелась, она была, другой вопрос, кто был готов в то время, то есть, кто-то делал ставку именно на Кубок, кто-то готовился как-то позже, но это у всех команд по-своему, поэтому судить об этом не стоит, и я думаю, что бесполезно. А именно, вот, наверное, начало, наверное, вот с сентября, наверное, август-сентябрь, когда начались у нас эти сборы ледовые большие, да, то есть, было нескончаемо большое удовольствие кататься на большом льду, когда только возможностей нет, в принципе, у нас, Кире, планы, честно говоря, были достаточно огромные, амбициозные, мы думали, что сезон должен пройти очень хорошо, потому что накат хороший есть, мы не теряем времени заря, подготовка прошла достаточно в таком тяжелом, интенсивном, да, периоде, но пошли, скажем, какие-то первые небольшие проблемки в команде, да, я думаю, что все это прекрасно, за какие-то, и ряд молодых хоккеистов решили отказаться от участия, скажем, да, в спортивной деятельности, на что, как бы, тут трудно судить, каждый человек хочет жить элементарно, поэтому я думаю, что не стоит судить, поэтому они сделали свой выбор, но при этом у нас никаких пополнений не оказалось на тот момент, и вот мы решили пойти в 13-14 человек весь сезон, глядывая сейчас назад, наверное, не думали мы, что так сыграем, честно скажу, но сейчас, уже спустя вот какое-то время после сезона уже как-то все улегло, успокоилось, наверное, можно сказать, что ввиду тех проблем, которые были у нас в команде, и как вот все случилось, да, с игроками, наверное, скорее всего, так должно быть, наверное, как уж получилось, отрезками, я думаю, что получилось неплохо, отрезками, наверное, все это видели сами люди со стороны, какие отрезки матчей мы проваливали, какие... Да, как раз об этом хотел спросить, все-таки 14-е место, ну, лично, на мой взгляд, ну, наверное, команда все-таки не заслужила, потому что были и достаточно неплохие матчи лично, мне почему-то запомнился по движению, по игре в обороне, по взаимодействию на поле, например, матч в Нижнем Новгороде, где Родина совершенно не заслуживала, на мой взгляд, поражения, то есть там вполне можно было цепляться за очки и даже, наверное, побеждать, и таких матчей, ну, можно еще вспомнить, на мой взгляд, поэтому вот ты правильно, наверное, сказал, что... К сожалению, что таких матчей это было очень мало, если так вспомнить, да, я думаю, что вот если 20... 26 регулярки. 25 у нас было, мы с Владником не сыграли, ну, и 5 я еще пропустил по болезням, по всяким травмам, болезням, вот, наверное, с 20 матчей, которые я сыграл, наверное, матчей вот 6, наверное, да, 7, которые у меня могут остаться в памяти, где было достаточно неплохо, но спорта нету такого наклонения сослагательного, а если бы, да как бы, играли хорошо, но очков нет, соответственно. Да, как раз болельщики по ходу сезона не раз отмечали, что, например, в первом тайме команда выглядит достаточно неплохо, матч в Казани, например, вспоминается, ведет команда 3-1, выходит на второй тайм, что происходит, вот такие моменты с командой, почему после перерыва игра команды менялась, вот именно причина в короткой скамейке, в 13 хоккеистах, которые есть в обойме, или есть еще? Ну да, вот я, когда пропускал даже матчи, находясь дома по болезни, либо где-то вот не ездил на воезда, смотрел матч по телевизору нашей команды, вот я замечал одну вещь такую, в 63-65 минуте матча команда начинает просчитать физически, то есть и большинство матчей именно эти команды, с кем мы играем, нашего уровня, чуть повыше уровнем, даже если с нами, можно сказать, мучаются, а потом они все равно делают результат достаточно большой, и ты проиграет, они скажут, что игра, допустим, там, на счет, там, условно, 10-2, а играли там всю игру, допустим, 3-2, но последние отрезки... Последние 20-25 минут провал, и вот, соответственно, 2-3-4-5 мячей залетает, и ты уже отыграться не успеваешь, и сил на это, самое главное, сил никаких нет, и никакой подпитки, наверное, с лавки тяжело. Тяжело, тяжело сказать по этому поводу, конечно, во всем доле и нас, хоккеистов, как мы это видели, как проходили, но, наверное, есть и, скажем, есть объективные и субъективные причины, поэтому, что сейчас уж говорить. Когда готовился к программе, посмотрел твою статистику, 2 последних сезона забиваешь по 15 мячей. Насколько я понимаю, это для тебя, ну, самые большие цифры по забитым мячам, там, 2 сезона назад, да, ты забил всего 3 мяча, то есть в последние 2 сезона у тебя роль на поле изменилась, тебе стали больше доверять пробитие пенальти стандартных положений, угловых, свободных, или, наоборот, повыше к атаке подвинули. В чем вот причина роста результативности? Ну, если по позиции сказать, то последние 2 года моя позиция была последнего защитника. Хорошо это или плохо, не мне судить, был главный тренер, который видит ситуацию по-своему, у него, кажется, хоккеист на поле, это его видение. А где тебе комфортнее играть? Вопрос, наверное, это уже второй, где комфортнее, там, наверное, скорее, как я думаю, что где я максимально должен принести пользу, вот там мое место. Вопрос только в том, где я нахожусь. Для этого я думаю, что есть тренера, которые обязаны тебя направить, поставить на то место, да, чтобы ты там был. А так, безусловно, конечно, игра последнего защитника, какие-то взлеты есть, падения, вот взлеты, наверное, да, получилось как-то результативно, да, вот провести 2 сезона падения. Нет, безусловно, это, возможно, от неумения, возможно, нет навыка, да, защитника такого, скажем, постоянного. Но как-то ты все равно играешь, у тебя нет выбора. Если ты хочешь играть, значит, ты играешь. Не хочешь, значит, ты сидишь на скамейке. Я выбрал играть, поэтому играл как получалось, честно говоря. Но при этом даже старался, ну, чтобы, может быть, не на все 100, ну, процентов на 80 я старался. В каждом матче отдаться. Почитав комментарии болельщиков в группе, к тебе, мне кажется, по ходу сезона ни у кого претензий не было, потому что регулярно тебя хвалили, выбегаешь на мячи при подаче угловых, постоянно там высказываешь партнерам, чтобы где-то не добежали, где-то не перекрыли передачу, не смогли прервать прострелы и так далее. То есть, ну, в самоотдаче, мне кажется, к тебе претензий быть не может. В середине сезона ты во многом неожиданно примерил на плечо капитанскую повязку. Ведь до матча в Хабаровске капитанил Илья Кузьмин, тоже игрок обороны. А после уже в игре в Мурманске, для меня, по крайней мере, достаточно неожиданно, в стартовом протоколе капитанил ты. Я сначала подумал, что у Ильи, может быть, травма пропускает, он матч, но нет, он вроде играл на поле. Расскажи, как проходила вот эта смена капитана в команде, кто принимал решения, ну и насколько для тебя капитанская повязка – это какой-то, может быть, стимул, дополнительная ответственность? Что она значит для тебя? Ну и начнем с того, что я пропустил игры в Иркутске и Хабаровске, да, то есть у меня не было, скажем, видения, что там происходило. Но я не думаю, что это произошло такого сверхъестественного, да, что решили поменять. А случилось это для меня-то очень, честно говоря, предматчула установку в Мурманске за два часа до игры, и то есть по факту поставили уже меня, что ты вводишь команду на поле с капитанской повязкой. Прошел легкий мандраж, у меня не было лет пять, наверное, скажу честно, честно скажу. Потом как-то думаю, ну ладно, начнем что-то сделать, наверное, от себя зависящий раз тебе назначили и тебе доверили. И, наверное, вот потом по следующей неделе, наверное, не игровую, а именно вот обычную неделю по семь дней, было ощущение такое легкое, что больше ответственности легло на тебя именно за результат команды. То есть ты должен нести за всех и ответственность, и слово держать, и удар держать. То есть как-то, может быть, своим примером, каким-то этим же угловым, может показать там и команде, когда тяжело, там нету сил, но там игра мяч в мяч, может где-то нужно подставиться, перебороть там всю ту боль, но дать команде шанс выиграть. Но, увы, к сожалению, физиологию не обманешь. Когда силы не хватает, то, увы. Ну, мне вот вспоминается по поводу ответственности за результат матча с Уральским Трубником дома. После этого матча ты написал в группе болельщиков большое обращение, в котором принял всю вину за то поражение на себя. Я просто напомню, что вот в случае победы над Уральским Трубником Родина могла еще подняться с последнего места, ну и финишировать не 14-й, а 13-й, может быть, даже подняться там на 12-ю строчку. Но, тем не менее, там команда дома проиграла 4-8, хотя в первом круге, в Первоуральске вы выиграли у Уральского Трубника в матче открытия, кстати, на Первоуральском льду. И вот после матча против Уральского Трубника именно в Кирове ты обратился к болельщикам, в котором в своем обращении попросил, ну, взял ответственность за результат только на себя. Но ведь в составе команды ты играешь не один. Хоккей с мячом – это командный вид спорта, но, тем не менее, что тебя сподвигло на такое обращение? Не знаю, возможно, наверное, какая-то обида перед теми людьми. Ну, то, чтобы обида раскаяния, можно сказать, надо перед теми людьми, кто приходит. На трибуне приходит вся моя семья, поэтому это тоже часть болельщиков. И я так же с ними общаюсь, как с болельщиками дома. То есть так же мы сидим, мы общаемся, и я знаю, что я не могу их подвести, потому что все одинаково, все, кто приходят, значит, все за тебя переживают одинаково. Не важно, там, мама, папа, дедушка, бабушка, либо обычный гражданин нашего города, который пришел сердчески поддержать и поболеть. Ну, возможно, как-то к этому шло. Кипело, наверное, кипело, кипело неудачи и поражения, расстройства, бессонная ночь. И тут, возможно, матч, на самом деле, который что-то стоял на кону, и там был шанс выйти. Но вернусь назад, наверное, лично вот для меня, мое такое мнение, что бы заняли 14, что 13, лично для меня разницы нет. Вот честно скажу. Нет для меня личной разницы, потому что это одно место, оно, в принципе, тебе, ну, ничего не даст. Одно дело бы, если давали какую-нибудь там путевку на Кубок мира бы, да, с 13-го места. Я бы сказал бы, да, конечно, 13-е лучше. Потому что не тем нужно, понимаете, брать, не тем, а качество игры, какое-то направление, куда мы будем двигаться. Пускай через 5 лет мы придем к этому. Если мы это будем показывать и проигрывать, я думаю, что болельщику вот это будет интересно. И не важно, что 14-е место. Главное, что ты показываешь. Ведь любое мероприятие, на которое мы, скажем, ходим, мы ходим смотреть, платим деньги, чтобы посмотреть, правильно? Мы вот так и должны дать свой продукт, на который будут смотреть, который будет допускать 30 минут из 90. Но он был приятен. Потом будут люди ходить и говорить, ну, да, я видел 30 минут хорошего хоккей от команды. 14-е, ну, да, значит, в следующем году мы будем с такой игрой уже не 30 минут, а 45 играть. Значит, будем уже 13-е. Так что, наверное, по этому году у меня вот такое мнение по итоговому месту. Не знаю, правильно или неправильно, а вопрос другой. Я буду плохим журналистом, если не спрошу тебя про самую волнующую болельщиков тему. Это тема финансов и долгов по зарплате. Как сейчас обстоят с этим дела? Есть ли надежда на то, что перед отпуском часть денег вы получите? Ну, я не скажу, что надежда. Я думаю, что уже надежды развеялись, руководители. Да, безусловно, проблемы скрепились большие достаточно за этот сезон. Сейчас началась пора выплат. Да, то есть пора, вот, началась. Пока это все, скажем, не так много, как бы хотелось, но процесс запущен. То есть сейчас нужно небольшое время, чтобы все это документально, я так понял, да, организовать. И по каким-то определенным датам, датам выплаты. Я думаю, что потихонечку это все будет закрываться, закрываться. Давайте будем надеяться, что вскоре все долги перед игроками и сотрудниками клуба будут погашены. Потому что, ну, честно, было очень больно читать по несколько раз в сезоне сообщения, письма от областной прокуратуры, в которых написано, что в хоккейном клубе «Родина» опять задержки по зарплате. Здесь два месяца. Там спустя какое-то время погасили задолженность по зарплате. Потом снова новость, что снова долги по зарплате. Но, честно говоря, я, наверное, немножко отойду от темы. Представьте, что вот любой из наших слушателей не получает зарплату по несколько месяцев. И каково это приходить домой и говорить, что, извини, дорогая, сегодня денег нет. А просто вы думаете, кто-то представит это? Не знаю. Я думаю, что представить человеку, допустим, скажем, на обыске на работе. Потому что каждый из нас скажет, да я, все, я не пойду на работу, правильно ли? Ну, мы как-то, как-то жили. Хорошо, тогда такой вопрос. А у хоккейстов вообще есть какая-то финансовая подушка? Вот те деньги, которые зарабатываются потом и кровью на льду в течение сезона, их удается скопить? Или обычные платежи, они все вот, ну, полностью уходят деньги? Да, я думаю, что у каждого, наверное, по-разному. У кого-то есть какие-то проблемы финансовые, у кого-то, не знаю, эти же там кредиты, ипотеки. То есть, они именно выжигают все, когда нету поступлений, да. То есть, потому что кушать надо каждый день, семья каждый день, все платы каждый месяц. То есть, соответственно, без этого никуда. Поэтому рано или поздно, я думаю, что подушки все равно какие-то, пусть небольшие, заканчиваются. Так, безусловно, я думаю, что при там хорошем, должном отношении, наверное, я думаю, что можно. Не думать о финансах, о том, о хоккее, но сейчас ситуация такая в стране и в мире, поэтому об этом лучше вообще не начинать разговор. В любом случае, нужно сказать, наверное, что хоккеисты, ну, нельзя их назвать за такими котами, отъевшимися, которые жируют на своих зарплатах. Ну, тем не менее, не хочется заканчивать нашу программу на такой не самой позитивной ноте. Давайте подведем все-таки итоги более позитивной ноте, да. И, Жень, кто за тебя болеет на трибунах, расскажи, пожалуйста. Знаю, что мама переживает за твою игру и супруга. Да, и ребенок трехлетний уже ходит. Девочка у тебя. Мальчик, мальчик, мальчик. Мальчик трехлетний. Уже что-то понимает в хоккее? Да, то есть уже этот год такой был достаточно интересный. Уже он более осознанно смотрит матчи, понимает, кто там катается, какой номер играет у него папа, то есть уже все. И в этом году у нас такая маленькая торица зашла небольшая. Он стал мне просить, сколько голов забить в матче. То есть достаточно с ним долго. Где-то на выездах, если я был, через маму в виде сообщения отправляли мне, да, видеопослания. Перед матчем смотришь, улыбаешься и стараешься выполнить. Не всегда бы получалось, потому что сын какой-то у меня избавленный растет. То папу нужно три забить, то два. Большие высокие планки ставить. Да, три бы получилось только однажды в этом сезоне забить. Ну, пока вот как-то так. Ну, есть на чем работать, надо двигаться дальше. Планируете в будущем своего сына отдать в хоккей с мячом? Или пока об этом речи дома не заходило? Пока не заходило. В любом случае, будем надеяться, что ваш сын... Будет лучше, чем я. В любом случае, не потеряет любовь к этому красивому виду спорта. Я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы был капитан хоккейного клуба «Родина» Евгений Леухин. Мы с ним подвели небольшие итоги прошедшего сезона. Я надеюсь на новые встречи. Большое спасибо, Женя. До свидания. Спасибо, что пригласили. На спорте.